доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити мы с вами находимся на сайте лаборатории психофизиологического обеспечения научно-прикладного центра акме сегодня вечер 23 09 2020 года и если вы заходили на наш сайт то увидели что здесь вот внизу установлен датчик один датчик видим для пользователей другой датчик не видим соответственно этот датчик от яндекса и фактически иногда я захожу и смотрю какие люди кто откуда с каких браузеров с какими вопросами заходили на наш сайт по каким поисковым запросам и сегодня было повторюсь 23 сегодня число очень много я вот открыл посмотрел очередной раз и хочу пояснения дать рассказать о том что меня значит удивило по меньшей мере значит первый запрос значит люди зашли по поисковой фразе что такое лпфо лпфо отвечаю лпфо это лаборатория психофизиологического обеспечения лпфо созданы они были после 1986 года впервые они появились на атомных станциях на тот момент восемь шестом году почему восемь шестой год потому что чернобыль случился и соответственно директора предприятий своей волей стали создавать такие лаборатории не дожидаясь указания сверху было историческое совещание если не ошибаюсь происходило но на балаковской атомной станции на берегу реки полги значит собрались директора 10 атомных станций и обсуждали вопросы связанные с чернобыльской катастрофой и одним из решений было высказано такого да и зафиксировано что основной одной из основных причин нарушения в рабочие 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 нарушения до в работе атомной станции чернобыля явился человеческий фактор учет который сидел за блоком щитовым забыщу у так называемым управление атомной станции на чернобыле у человека преобладали процессы возбуждения нежели процессы торможения то есть другими словами говоря простыми словами человек слишком быстро реагировал при этом мало думал процессы возбуждения преобладали над процессами торможения сначала он нажал кнопку а потом подумал о том что же он такое натворил и это послужило одной из причин нарушения в работе станции и собственно всей катастрофы как таковой и вот эти директора предприятия решили что они создадут такие лаборатории на каждой из подчиненных им атомных станциях а потом уже в девяносто девятом году официально появился приказ 532 библиолабораторий психофизиологического обеспечения они были официально созданы на ряде промышленных перерабатывающих добывающих и эксплуатирующих организаций в том числе и на атомных станциях официально появились лаборатории психофизиологического обеспечения вот что такое лпфу лаборатория сил физиологического обеспечения интересного такая вот история восемь шестой год и в девяносто девятом это все было закреплено административно то есть появились первые законодательные подзаконные акты которые стали регламентировать деятельность предприятий не только с технической точки зрения но и с точки зрения эксплуатации с позиции человека культуры безопасности человеческого фактора вот что такое лпфон это если говорить кратко говорить об этом я могу очень очень долго но тем не менее вкратце ответил на этот вопрос на этот запрос поисковый запрос следующий запрос что такое ммпи березина 377 утверждений ммпи отвечаю всем известная методика их существует несколько прежде всего это березина по ммпи березина это лучший из лучших предваряя дальнейший рассказ он содержит 377 утверждений есть еще мини мульт есть еще вариант гнил николаевны сопчик с ммпи смел на 500 там разное количество вопросов в разные годы это удивительные женщины создавались там на 566 утверждений у нас есть имени мульт на 71 утверждение и соответственно сопчиковский вариант у нас есть на 566 лаборатории и абсолютно точный березинский вариант на 377 утверждений пользоваться своей работе уважающий себя медицинский клинический психолог или же психофизиолог может и должен только одним вариантом минимум абсолютно не работающий методика сто процентов тысячу процентов 1500 процентов это методики не работают пользоваться вариантом людмилы николаевны сопчик нельзя ни при каких обстоятельствах это не та методика не на то она рассчитана не такая в ней заложены методологии и теория и практика как следствие пользоваться сопчиковский вариантом ммпи серьезно в серьезной работе нельзя ни в коем случае можно пользоваться березинский вариантом он положил исследователь всю свою жизнь недавно как недавно относительно буквально перед его смертью он выпустил третью книгу посвященную ммпи ммпи понятное дело миннесутский многоаспектный персоналити вопросник так персональный опросник это американская версия я встречался с американцами у них сейчас на том на станциях используется так называемый ммпи 2 когда в нашей стране он появится неизвестно и когда появится такой же сподвижник как березин который адаптирует его полностью и адекватно для российской популяции неизвестно соответственно на данный момент серьезные люди пользуются только березинским вариантом можно сказать его вторым третьим изданием на 377 утверждений вопросов этой методики нет люди задают запрос такой ммпи что такое ммпи березина на 377 вопросов в ммпи нет ни одного вопроса там есть только 377 утверждений на которые необходимо отвечать именно с позиции верно или неверно тоже к я могу об этом говорить неделями ммпи точно но недели три-четыре а то и месяц с половиной я могу говорить об этой методике но кратко я ответил на вопрос что такое ммпи березина как расшифровать ответил методика соотношение пословиц метафор и фраз соотношение пословиц метафоров раз замечательная патопсихологическая методика значит жизнь ей дала вернее дали две таких гениальнейших женщины как и мужчина две женщины и прежде всего это блюма вольфовна заигарник абсолютно стопроцентная работающая методика направлена она на исследование прежде всего мышление соотношение пословиц метафоры фраз ну и соответственно сусанна яковлевна рубинштейн над этим тоже работала замечательная методика на мышление работает я готов продать тушу то есть заменить 5 вот эту бомбу атомную 5 заменить на любую из несколько десятков может быть до сотни методик связанных именно с диагностикой качественной патопсихологической они применимы как в работе медицинских клинических психологов так и в работе психофизиологов промышленных повторюсь их чуть меньше сотни таких методик я могу неделями рассказывать об этой методике только вот об одной методике соотношения пословиц метафоры фраз если будет интересно задавайте дополнительный вопрос неделю могу этом посвятить значит что такое псмр псмр это простая зрительно-моторная реакция всего существует на данный момент в российской федерации четыре пробы которыми ими и только ими можно пользоваться своей работе это упомянутая мною псмр простая зрительно-моторная реакция с измр сложная зрительно-моторная реакция значит rdo реакция на движущийся объект и таблицы шульта шульта правильно говорить соответственно такие четыре методики точнее будет называть их пробами функциональными пробами ими и только ими можно пользоваться в оценке функционального состояния работников связанных с потенциально опасными видами работ вот что такое методика псмр с измр рдо о них я могу не телем и тоже рассказывать задавайте конкретизируйте вопросы задавайте их вайбере в ватсапе как вам будет удобно пишите мне на почту буду отвечать видео еще как-то но это огромнейшая большая тема для разговора значит следующий запрос значит тут аппарат его спрашивают опять психофизиологическое обследование для работников предприятия что такое пфо то есть это психофизиологическое обследование она имеет она очень просто и сложно одновременно это комплекс мероприятий которые включают себя непосредственно взаимодействие специалиста психолога промышленного психолога и промышленного психофизиолога с работниками предприятия потенциально опасных производств то есть это не все работники понятно что это но может быть это даже быть и дворником и уборщицей но тем не менее это в общем то технические в основном специальности то есть представьте себе инженера выходящего на рабочую смену на блочный щит управления атомной станции там огромный зал смена из 10-15 человек и вот они в ночь выходят на работу ну или в день соответственно это работники потенциально опасного производства ведущего технологический процесс почему и упомянул дворника и уборщицу потому что среди среди психофизиологов бытует такая шутка что уборщица вымыла пол где-то там в цеху и далеко было бежать до туалета сливать эту воду она увидела какую-то одну это шутка там поле шинеля то есть там и уже 20 лет анекдот с бородой и было далеко бежать до туалета чтобы слить эту грязную воду и она взяла и в какую-то торчащую трубу из пола взяла да и слила эту воду грязную из ведра и все это привело мощнейшей катастрофе это анекдот но таких анекдотов я знаю десятка два тоже можно об этом долго говорить его чтобы не допустить или попытаться минимизировать подобного рода случаи и таких случаев это вот анекдотичный случай но я знаю серьезные моменты могу тоже в этом говорить днями и ночами таких случаев очень и очень много в год примерно и эта цифра неизменно ежегодно на таких предприятиях атомных если говорить о таких предприятиях в среднем происходит 45 остановов ежегодных связанных с людьми с человеческим фактором то есть так называемое нарушение в работе производства я нисколько не утрирую чтобы минимизировать такие чрезвычайные случаи и существуем мы лаборатории психологического обеспечения это огромный большой разговор не анекдоты это все травить говорится разговаривать серьезно вызывайте если что по ватсапу по вайберу я вообще предпочитаю исключительно только две соц программы это вайбер а еще лучше или хуже чуть хуже ватсап вайбере я могу продемонстрировать свой рабочий стол показать что наглядное что невозможно сделать ватсапе так следующий запрос что такое сазмер несколько значит психофизиолог рдао несколько запросов таблицы шульте тоже одна из методик входящих вот в эту группу проб четвертая методика я уже упоминал в этом видео не одна из четырех методик который можно пользоваться при оценке функционального состояния причем мы уникальная лаборатория мы лишь можно сказать единственные кто смогли автоматизировать эту методику это генеральная гениальная разработка сочетанная разработка наших моих психологов моих сотрудниц генеральной викторовны шабановой нужно отдать ей должное со всей ответственностью очень умная девушка и соответственно программистов которыми мы с которыми мы работаем они смогли это автоматизировать на высоком качественном уровне и мы достаточно длительное и продолжительное время используем вот эти таблицы шульте одну из патопсихологических методик зародившуюся родившуюся в пятидесятые годы в послевоенное время благодаря гуми вольфов на зигарник и сусане яковлении рубинштейн они у нас есть классическая методика состоит из пяти классических таблиц у нас автоматизировано шесть таблиц это у нас такие споры велись так мы ругались так мы ругались лаборатории когда создавали классика 5 таблиц у нас есть 6 таблиц от из-за 6 таблиц у нас случались лаборатории там 3 4 мировая война сотрудниками спорили ругались в общем было очень очень интересно было очень интересный творческие сложные процессы подключались и программисты ко всему этому и так далее и так далее так далее было безумно безумно интересно если говорить о шульте тоже это отдельный разговор на несколько недель конкретизируйте вопрос буду отвечать ничего не скрываем рассказываем все как есть вот такие вот 10 запросов о 23 0 9 2020 года мы сегодня увидели с такими запросами заходили в поисках ответа на них заходили люди в интернет и искали вот такие запрос попадали на наш сайт и благодаря вот этому установленному на сайте называется даже значку то есть мы видим откуда люди заходят из каких городов они заходят какими браузерами пользуются ну и соответственно с какими поисковыми фразами они к нам попадают на наш сайт все вот это пробежался вкратце более подробные обстоятельства могу рассказывать бесконечно обращайтесь пишите будем разговаривать на этом все благодарю за внимание и удачи вам